перемещаемся на фабрику в китае пока что это выглядит какая-то помойка от фабрики в китае не должны быть супер помпезные красивые мне кажется их можно прожать еще сильнее воняет краской жестко но продукт достаточно качественный у этой модели в целом неплохая так карту цветов принесли какого цвета будем делать сумку это бизнес бизнес китаем это бизнес китаем высокая моржа это тоже без тебя ну что всем привет и сегодняшний выпуск прям будет очень динамичный потому что мы прям сегодня отправимся с вами на фабрику на одну из фабрик по изготовлению женских сумок в китае и собственно будем разбирать эту нюшу более детально почему именно женские сумки а как я их анализирую будем погружаться в аналитику так что хватит слов погнали к делу и так почему я вообще решил становиться на женских сумках во-первых это ниша где действительно много денег где большой объем рынка а как мы знаем с вами если заходить на marketplace это заходить только в товары где есть реальные деньги на которых можно зарабатывать а не перебиваться копейками и сумки для этого идеальная ниша есть как мужские так и женские если взять наиболее высокочастотный запрос женская сумка и только по одному этому частотному запросу и только на первой странице в поисковой выдаче на текущий момент объем рынка выручка всех селлеров всех карточек 200 миллионов рублей а это достаточно немаленькая сумма если погружаться более детально в сервис аналитики через вот я пользуюсь маркетгуру зайдем в категорию аксессуары и мы здесь видим что как раз на первом месте по выручке находятся сумки и рюкзаки категория выручка 4 миллиарда 600 миллионов рублей за месяц при этом процент товары с продажами 39 процентов что при таком большом объеме рынка тоже достаточно но не маленький процент с продажами средняя выручка в день 153 миллиона то есть цифры реально внушающие перейдем более подробно и посмотрим опять же более детальную аналитику какие товары у нас с вами продаются вот здесь вот сумка мужская на первом месте далее в основном идут женские сумки генерирующие выручку в 5 миллионов 4 600 4 600 и так далее высокая ли конкуренция действительно высокая нужно ли много денег чтобы выйти с сумками я скажу так если вы запускаете сумки и рюкзаки в сезон например к первому сентября то вложенных средств нужно значительно меньше чем заходить вне сезона потому что даже если по высокочастотным запросам во время сезона будете где-то хотя бы на 5 6 странице до вас будут органически доходить ваши покупатели да то есть трафик даже на 5 на 6 странице во время сезона есть поэтому сумку если там или рюкзак вы заводите ближе к осеннему сезону заранее то вам нужно значительно меньше денег чем заходить в них там любой другой период времени за исключением естественно черной пятницы 11 ноября и собственно нового года давайте посмотрим что продается на первой странице по поисковому запросу женская сумка здесь много разных моделей все они друг от друга отличаются именно поэтому это не типовой товар и заходить в него действительно прикольно потому что если ты еще и разбираешься в женских сумках либо вообще в сумках то собственно ты знаешь что нужно рынку ты его чувствуешь и так далее у тебя есть там насмотренность честно я тоже хочу сейчас заходить в эту категорию а не скажу что у меня там есть большая экспертиза в конкретно в сумках что я шарю за продукта сказать но я в нем активно разбираюсь и сегодня для тех кто в этой нише не разбирается не разбирается в прогулке будет краткое погружение из того что узнал я находясь в китае заказывая пробники и сегодня еще съездим с вами на фабрику может быть кто-то захочет зайти в эту нишу и начнет не также разбираться заказал я из пробников достаточно много разных моделей да сразу скажу было интересно начинать в этом разбираться всегда что-то новое это круто и собственно все они разного качества я даже научусь различать все эти вот материалы кожи бижутерию и так далее сейчас на столе у меня находится четыре разные сумки и собственно все они разного качества от разных поставщиков и все они внешне по дизайну более-менее приглянулись более-менее мне приглянулись и учитывая что подобное продают на вал бриз продают дорого некоторые модели не продают но я видел их у крупных блогеров и это сказать будущий тренд опять же что будет трендом я никогда утверждать на сто процентов не могу но по крайней мере тенденцию я эту замечаю и так начнем наверное с модели которую я еще не распаковывал такая вот у нас получилось белая сумка и на самом деле это вот эта модель она больше чем вот это они одинаковы просто отличаются размером и конкретно вот эти модели конкретно вот эти сумки не понравились больше всего именно поэтому мы с вами сегодня поедем вместе на фабрику где производят вот эти сумки договариваться и о цене и смотреть какую какое они могут предложить нам с вами качество из больше технических моментов по работе с китаем сумки этот достаточно объемный товар и если вы захотите завозить сумки и завозить их выгодно и продавать старайтесь чтобы размер был не большой ну например вот эта сумка хоть и достаточно качественный материал но она ну самый большой размер у нее да и доставку не будут дороже всего а ваши конкуренты продают сумки абсолютно такого же дизайна просто меньшего по размеру да то есть вот такие естественно здесь вы уже будете выигрывать по чистой прибыли абсолютно такая же сумка очень важный фактор сумки это только как она держит форму собственно для этого можно посмотреть из чего из какого материала она состоит вот например вот эта маленькая сумка держит форму действительно очень хорошо но что происходит как только мы и сами вот так вот заломаем здесь образуется залом который мы с вами уже никак исправить не сможем если взять товар из другого нашего обзора и вскрыть эту сумку то здесь можно легко увидеть что внутри находится я не знаю сейчас видно на камере или нет обычный картон и при заводе картона этот залом уже исправить никак не получится да то есть вот сейчас я достану на обычная картонка которая рвется и при этом здесь всего лишь один слой так сказать очень некачественного кожзама при этом сумка она не функциональная здесь всего лишь один отсек и если посмотреть на ваубрис то подобные сумки продаются всего лишь за какие-то там вот 900 рублей 800 рублей да то есть это вот такие вот маленькие сумочки женские и на них вы будете зарабатывать только при условии что вас будет просто огромный трафик у вас будет огромное количество выручки и вы будете зарабатывать на них там свои 10-15 процентов нам эта стратегия совершенно не подходит поэтому мы делаем вот так эта сумка нам не интересно потому что как я говорил ранее в предыдущих роликах ваубрис душит сейчас дешманский товар раньше они на него специализировались топили только за дешман сейчас все-таки я так полагаю они хотят уйти к качеству поэтому повышают комиссии расходы после продажи и душат селлеров которые продают дешево у них там маржа и так было маленькая а стало еще меньше наша задача уместиться в сумке стоимостью в 2 с половиной тире 3 500 для этого нужны уже более качественные сумки есть вот такие вот сумки отсечные которые также рекламировали там всякие разные блогеры я видел но здесь откровенно очень плохое качество кожзама если провести вот так вот ногтем то останутся царапин который тоже уже исправить нельзя да и сама сумка видно что из очень дешевого материала некачественного поэтому поэтому нас эта модель тоже не устраивает из всего того что тактильно потрогал мне понравились вот эти две модели во первых они действительно хорошо держат форму во вторых даже если вскрывать внутрянку давайте проделаем эту процедуру еще раз отрезали сами кусок сумки и что мы здесь видим здесь качество намного лучше как минимум здесь две прослойки кожзама она более плотная здесь также есть выполнительный картон но он да то есть необычный картон на какой-то такой более плотный более гибкий его заломать тяжелее и между еще одной прослойкой между еще кожзамом есть еще одна прослойка которая держится на клею да то есть вот так это выглядит заведомо намного лучше качество этой сумки цена у нее на 1688 в районе 70 юаней форму эти сумки держат действительно намного лучше и собственно это тоже тот самый тренд сейчас блогеры прям активно покупается оригинал этих сумок и естественно на валбер и что делают девушки покупают подобные товары значительно дешевле это не копия бренда потому что здесь бренд не нанесен но дизайн ну скажем так абсолютно такой же какой этих брендовых сумок сумки эти теле от гермес да это оригинал оригинал стоит больше миллиона рублей то на валбер из вот эти можно продавать две с половиной тире 3500 и как раз таки мы с вами попадаем тот самый ценовой сегмент где мы можем хорошо зарабатывать где у нас будет процент прибыли я уже считал экономику этих сумок в районе 45 процентов 50 у нас будет оставаться чистая прибыль пара небольших выводов а те кто хотят зайти в сумке во первых всегда смотрите на то как она держит форму во вторых старайтесь чтобы сумки были небольшого размера но при этом и не такие вот карманные куда помещаются только там iphone там про макс какой-то да а именно чтобы они были более функциональны чтобы было больше одного отсека девушки на это действительно смотрят исходя из запроса кроме того даже если сумка плотная и вам кажется что она держит форму хорошо постарайтесь и заломать и посмотреть остаются ли залом и потому что если там просто картон который просто при влажной температуре там размокнет сумка быстро потеряет форму у вас будут отказы возвраты и так далее и естественно смотрите на бижутерию да то есть на замки на вот такие вот уплотнительные всякие металлические штуки не знаю как они в женской тематике называются но я начал в этом разбираться я начал на это реально обращать внимание нет и сейчас интересно именно по этой причине мы сейчас вместе с вами перемещаемся на фабрику в китае по производству этих сумок погнали высокая маржа это тоже без итак мы приехали на фабрику в гуанчжоу блин пока что это выглядит какая-то помойка посмотрим они изготавливают продукцию кожаные сумки нас интересуют будем смотреть так встретил нас общем вот такой вот чувачок скорее всего какой-то торговый представитель идем смотреть вот какие-то кожаные изделия тут это кожа 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 за ребят что вы понимали от фабрики в китае открою вам небольшую тайну не должны быть супер помпезные красивые с крутым оборудованием я был на многих фабриках и чем круче вот это оборудование чем там больше сотрудников иной раз тем хуже они изготавливают продукт и он дороже вот смарт-часы мы будем на фабрике смарт-часов делают очень дорого на очень крутой фабрике и делают полное говно посмотрите сумки сразу продукция вот эта сумка их конкурентов за 65 юаня это за 70 вот швы есть таких швов нет здесь прокладка это вот эти вот сумки в тренде вот которые но это вот то что мы говорили картон внутри и он будет заламывать 25 дней на тысячу единиц и кажется их можно прожать еще сильнее что придется ехать на еще одну фабрику возможно будут еще ниже можно посмотреть цех этапа производства снять заказчику все круто сейчас покажем вам еще и цех вот так вот выглядит у них фабрика поскольку поскольку это возможно воняет краской жестко вот это сушит феном вот делают сумки моя популярная таиланда в таиланде берут это там больше всего которые в россии берут больше всего они покажут нам это уже мне же ну да но это выглядит как мешок надо россии . не за азиатских и тайских в россии . не видит выглядит как подпольный цех но продукт достаточно качественный цена дали в 63 юаня на 1688 она стоила 70 юань 7 уступили плюс дадут цену 61 на второй заказ когда будем делать три тысячи день заказ у всех разные сейчас я вал борис открою сумку нашли за 10000 который просто в этот полный показывал которая нам больше туману не конечно больше вот это это больше похоже на то что это как бы вот это прикольно короче поделились все-таки оставимся вот на этой модели за 63 юаня или ценник хороших не найдем если дешевле то будем с ними работать так карту цветов принесли кто цвета будем делать сумку мне нравится вот этот цвет больше ну да более нежный такой вот этот цвет и ну и просто черный высокая маржа это тоже без собственно вот так вот выглядит фабрика все что я вам хотел я наверное донес надеюсь этот ролик был полезен и информативен те кто хочет покорять рынок женских сумок на маркетплейсах белкам да то есть теперь вы хоть чуть-чуть разбираетесь в том плане как разбираюсь я вам я желаю хороших продаж хороших денег и прибыльных товаров с вами был дмитрий хван если вы хотите заказать подобные сумки можете обращаться в нашу компанию full logistic group мы их вам привезем доставим желательно вот в эту прям модель не заходить что в нее буду заходить я поэтому подбирайте что-то свое если вам понравилось видео ставьте лайк оставляйте комментарии может быть было что-то не так либо вы хотите дополнить какую-то информацию по сумкам и собственно до встречи это бизнес бизнес китаем это бизнес китаем высокая маржа это тоже без